Машет своим блокнотом, который на протяжении встречи много что записывал. И давайте вспомним, как же забивались голы в этом матче. И вот она, та самая 14-я минута. Александр Алиев точным ударом со штрафного выводит локомотив вперед, оформляя таким образом быстрый гол. Не без ошибки Михаила Киржакова здесь обошлось. На одном из повторов мы обратили внимание, что он не видел момент удара, поэтому приходилось ему в какой-то степени гадать. Еще одна хорошая атака локомотива. Ренат Генбаев, как всегда, активно, как это и обычно, и бывает, активно подключался к атакующим действиям своей команды. Попытался здесь поразить дальний угол ворот Михаила Киржакова. Не получилось. Но, кстати, сейчас обратил внимание, что в профиле Михаила Киржакову очень похож на Александра. Вот он, второй гол, случившийся в концовке первого тайма. Алиев навесил, и Сычев удачным хипком головой сделал счет 2-0, удвоил преимущество своей команды. Таким образом, локомотив уходил на перерыв в прекрасном расположении духа. Достаточно комфортное преимущество было у команды Юрия Семина. Ну и стало оно еще более весомым. На 47-й минуте Алиев сделал передачу в центр штрафной Алании на Дмитрия Тарасова. Это было, безусловно, комбинация, которая наигрывалась на тренировках локомотива. И Дмитрий Сычев первым, оказавшись на отскоке, сумел нанести очень классный удар. Вот такими же он и на разминке пытался поразить ворота Гильерме. Та самая история, которую я вам рассказывал в начале этого матча. В общем-то, сработало. Вот так вот можно подсмотреть какую-то деталь на том отрезке матча, который еще предшествует его началу. И постараться угадать будущего героя. Алания вскоре имела возможность забить мяч с одиннадцатиметровой отметки. Виталий Чочиев прорвался по левому флангу, подтолкнул его в спину Игорь Смольников. Но Георгий Габулов пробил сильно, но бесхитростно. И голкипер локомотива Гильерме этот удар отразил. Но пока мы с вами смотрим саммари, отмечу еще одну важную деталь. Сейчас Александр Алиев остался единственным футболистом, который до сих пор находится на поле. Подошел он к трибуне болельщиков локомотива и долго выслушивал комплименты в свой адрес, попутно аплодируя поклонникам Лока. Вот он, Александр Алиев, наверное, все-таки главный герой этой встречи. Даже несмотря на то, что именно Дмитрий Сычев забил два мяча. Но Алиев является настоящим мозгом. Этого локомотива. Обратите внимание.